История жизни святой великомученицы Екатерины неразрывно связана с именем Иисуса Христа. Девушка была очень красиво образована и отказывалась выходить замуж за неравного себе по этим качествам. Однажды святой старец посоветовал ей молиться Богородице, чтобы удостоиться увидеть ее сына, жениха небесного, того, кто превосходит всех красотой, мудростью, высотой и богатством. Однако в первый раз младенец даже не стал смотреть в ее сторону. И только после познания Екатерины веры Христовой и совершенного старцем таинства крещения, ей было видение, что Господь даровал ей перстень в знак обручения. Это кольцо оказалось на руке Екатерины после пробуждения. Святая Екатерина несла людям христианское учение и отказалась выходить замуж за императора Максимина, чем вызвала его гнев и за что подверглась мучениям и пыткам. Однако она свято исповедовала верность Иисусу, своему небесному жениху, и сама с молитвой, обращенной к нему, положила свою голову прямо под меч палача, явив собой символ светлой веры и преданности. Такой подвиг, конечно, не каждые женщины могут понести, отказаться от мирских благ, и вот приблизиться к церкви так сильно, как крепко, как она возлюбила Христа. Но все-таки я желаю, наверное, чтобы у нас в каждом сердце женщины, не обязательно носящих, допустим, имя Екатерины, было больше любви. Торжественное богослужение в Екатеринской обители возглавил управляющий Московской епархией митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий. Ему сослужили епископ Видновский Тихон, епископ Серпуховской Роман, благочинный церквей Видновского округа протерей Михаил Егоров и духовенство Московской епархии. Православные именины Екатерины – один из главных зимних праздников. В этот день все носительницы этого прекрасного имени вспоминают свою святую и просят ее о покровительстве. Меня назвал Екатерина Папа. Екатерина была очень высокая, мудрая. Я поздравляю всех своих тез с именинами, ну или с Днем Ангела. Желаю вам счастья, добра, любви, чтобы вы были такими же мудрыми, как Екатерина. Наталья Буслаева, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.